Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о полусухих и полусладких винах и об их приготовлении в домашних условиях. Прежде чем мы начнем обсуждать саму технологию изготовления полусухих либо полусладких вин, что из них относится к какой категории по содержанию сахара, эту информацию я вам оставлю под видео в описании. Нажав кнопку еще сможете увидеть. Давайте поговорим, по какой причине мы хотим подслащать наше вино, по какой причине мы хотим, чтобы там был сахар. Вот задайте этот вопрос себе. Наиболее частый ответ, который вы скажете, это мы боимся, что будет слишком кисло, мы боимся, что вино будет как бы невкусно. Но дело в том, что сахаром вы кислоту не уберете совсем. Вы ее только замаскируете, но она никуда не денется. И много раз я говорила вам о том, что не стоит пробовать вино в процессе. Дело в том, что пробовать его, конечно, стоит, но полагаться на свой вкус не всегда. Я еще буду рассказывать про трансформацию вкусов в процессе приготовления вина. Но сейчас кратенько. Что происходит конкретно с кислотами? Сначала, когда у нас виноград, мы его собрали, выдавили сок, у нас есть гармония сахара и кислоты, поэтому нам кажется вкусным. В процессе брожения сахар исчезает, и начинают проявляться вот эти кислоты. И нам кажется, что кисло. Значит, в винограде содержатся две основные кислоты. Первое – это яблочная, которая часто характерна для не совсем вызревшего винограда. Но в зрелом она тоже частично присутствует. И кислота винная. Так вот, что же происходит с этим кислотами во время брожения, во время приготовления вина? После того, как у нас спиртовое брожение закончилось, иногда и в процессе у нас начинается брожение яблочно-молочное. Молочно-кислые бактерии начинают перерабатывать вот эту агрессивную яблочную кислоту в более мягкую молочную. И ощущение вот этой вот кислоты, оно уже снижается. Дальше, после того, как закончилось это брожение, со временем у нас что еще происходит? Мы можем специально выставить вино на холод, либо просто со временем, когда вино уже готовое стоит в прохладном месте, винная кислота превращается в соль и выпадает в осадок, так называемый винный камень. И опять же, вот это ощущение кислоты, оно еще снижается. И вино становится более мягким, как говорят, более округлым, более бархатистым. То есть то, что вы пьете изначально, пробуете резкое такое, все это потом трансформируется и меняется. И может быть, если бы у вас была возможность попробовать, вот сейчас вы пробуете сусло, если бы в тот момент вы могли попробовать готовый продукт, то может быть вам бы ничего добавлять и не пришлось, и не понадобилось, потому что вы бы уже понимали, что происходит. Поэтому полагаться на вкус не совсем правильно. Ну а теперь переходим непосредственно к технологии. Что такое вообще полусухие, полусладкие вина? В классическом варианте, потом мы еще будем рассматривать отклонения, это вина с неизброженным сахаром, так называемые недоброды. Значит, как, казалось бы, можно добиться? И вы вот у меня спрашиваете, если я в процессе, вот хочу сладенько, я добавлю больше сахара. Если у вас очень хорошие активные дрожжи, они просто могут этот сахар скушать. Ну и то есть, конечно, в какой-то момент они все-таки остановятся, но вы можете получить вино еще и крепкое. Понятно, что у них есть потолок, это тоже надо рассчитать. Если вы хотите, чтобы у вас вино было определенной крепости, значит, мы рассчитываем начальный сахар и потом понимаем, в какой момент нам надо остановить брожение. Оно может остановиться само, потому что дрожжи, например, будут более слабы, либо его надо остановить. Рассмотрим несколько вариантов. И какие тут могут быть подводные камни и опасности. Значит, если брожение остановилось само, сахар там остался. Вроде бы, ну вообще все классно, ничего делать не надо. Но помним, что в вине, кроме дрожжей, есть еще некоторые ребята. Те самые, например, молочно-кислые бактерии, которые в одном случае нам могут принести добро в виде яблочно-молочного брожения, но если есть остаточный сахар, эти ребята могут начать его расходовать и привести к молочно-кислому скисанию, то есть к порче вина, которое исправить будет невозможно. Либо дрожжи те же могут на какое-то время немножечко приснуть, а потом решить, что они пообразить ли нам еще. И вы, например, все красиво в бутылке разлили, через некоторое время там началось вторичное брожение. Но это, кстати, не самый худший вариант. Получите легкое игристое вино. Хотя, на самом деле, значит, если мы все-таки хотим сделать правильно, хотим сделать нормально, то есть вы уже поняли, да, что вино полусухое, полусладкое. Вино с остаточным сахаром, оно нестабильно. И любые микроорганизмы, которые там есть, они могут в определенное время начать свою деятельность и сделать вам не самые приятные сюрпризы. Так вот, значит, брожение надо остановить на определенном уровне и остановить его очень хорошо и очень качественно. Что делают, например, в промышленности? Когда я вам рассказывала об остановке брожения, преждевременной, которая нам не нужна, да, я вам говорила о том, что не стоит снимать с осадка раньше времени. Так вот здесь как раз-таки наоборот стоит снять с осадка раньше времени, чтобы уменьшить у дрожжей питательные вещества, чтобы уменьшить само количество этих дрожжей. Как правило, это делают на уровне, если это полусухие вина, 8-9% сахара остается, они еще чуть сбраживают где-то до 5-6% и уже на уровне 5-6% мы брожение прерываем полностью. В промышленности брожение прерывают, ну, еще раз снимают с осадка и выставляют вино, ну, не выставляют, там есть оборудование, при температуре минус 2%. В домашних условиях это сделать достаточно сложно. Ну, только если у нас зима на дворе со стабильной температурой, мы понимаем, что где-то у нас в каком-то помещении эта температура может так держаться, может быть такая стабильная. В ином случае, в домашних условиях, это сделать достаточно сложно. Тогда нам на помощь приходит другой процесс, это пастеризация. То есть вообще все полусухие, полусладкие вина, их пастеризуют, но уже в бутылках, непосредственно перед розливом, плюс добавляют туда побольше серы, чтобы все было стабильно. Ну, в домашних условиях, опять же, если мы решили, вот сняли раз с осадка, сняли два с осадка и пастеризовали. Пастеризовать надо обязательно в закрытой посуде, потому что иначе идет окисление. То есть бутылки, ну, я, например, делала винтовые пробки, я закручивала не до конца, встала на водяную баню в горячую воду, я вам видео по пастеризации оставлю, чтобы вы могли посмотреть, как это делается. То есть нам надо либо работать с холодом, но работать с холодом в домашних условиях крайне сложно, либо мы работаем с теплом, это гораздо легче. Но обязательно это надо сделать, потому что иначе такое вино, оно просто через некоторое время, там же еще и спирт может быть низкий, оно может превратиться в уксус, оно может превратиться еще во что-то, то есть спортится ему гораздо легче, чем вину сухому. И вспомним цель. Если у нас цель была снижение уровня кислоты, то в данном случае уже яблочно-молочного брожения у нас не будет. Все, мы там всех убили, мы сделали наше вино практически стерильным, и, соответственно, вот этого кислота понижения его тоже не будет. Винокамень, да, потом со временем может выпасть. Но частичная кислота, вот эта яблочная, она может остаться. Соответственно, на самом деле, да, вы сахаром замаскируете, но вино, оно может кислотность свою не уменьшить. И когда, например, вы говорите о том, что я хочу добавить сахар, чтобы вот у меня там кислотность не очень, и поэтому мне кислота не очень хорошо, добавлением сахара вы ее не уменьшите. Способ номер два, который достаточно широко используется в промышленности, особенно при производстве, ну, таких дешевых полусухих, полусладких вин. Когда готовое сухое вино, просто разбавляют очень концентрированным соком. Даже в составе, на особенно пакетированных винах, вы можете почитать сухой виноматериал и виноградное сусло, либо концентрированный виноградный сок. Вот это самое, то есть это же сухое вино просто разбавляют очень концентрированным виноградным соком, более сладким он и дает эту самую сладость. После того, как это разбавление сделалось, тоже надо пастеризовать, потому что если где-то какие-то там дрожжики, чего-то у вас осталось в сухом вине, то не исключено, опять же, какое-то скисание, либо не исключено повторное брожение. Где взять эти концентрированные соки? Ну, теоретически, мне кажется, что они где-то в магазинах могут продаваться именно такие. Я, конечно, не знаю, но могу предположить. В некоторой степени для домашнего виноделия вариант номер два может быть более предпочтителен, потому что вы уже понимаете, какое оно по вкусу, ваше сухое вино, что там до каких пределов снизилось, и разводить вам может быть проще. Ну и, конечно, скажем так, вариант третий, совершенно не технологичный, а просто очень-очень домашний. Так как большинство домашних вин часто бывает не такой уж высокой сахаристости, и сахар вы хотите для того, чтобы оно там было полусухое, либо полусладкое добавлять, что я бы рекомендовала? Если все-таки, ну вот, хочется вам, чтобы было послаще, делайте сухое вино, дайте ему нормально выстояться, дайте ему пройти все этапы, а потом перед употреблением, незадолго до употребления, вы добавите столько сахара, сколько вам будет приятно по вкусу. Возможно, вам не придется его вообще добавлять, вы поймете, какое у вас классное сухое вино. Возможно, вы поймете, что вам надо буквально ложечку, чтобы вот оно было такое мягкое, приятное, и этого тоже будет достаточно. То есть тогда сориентироваться под ваш вкус вам будет гораздо легче. Повторюсь, способ абсолютно нетехнологичный, нигде не используется, но вы же делаете для себя, вы же не должны придерживаться каких-то строгих технологий, и как вариант может быть очень даже неплохим. По крайней мере, такой способ может избавить вас от множества технологических проблем в виде пастеризации, в виде каких-то бесконечных обработок, в виде вопросов с хранением. Потому что сухое вино, если оно нормально, качественно сделано, то оно вполне хорошо и долго может храниться. И на самом деле, даже и не год, и не два. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите своими, и задавайте вопросы под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов, награды и контакты. До новых встреч!